МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За исполнение песни Альбану Либерта, что в переводе «Свобода», Армен получил только хорошие отзывы. Очень здорово спел. Молодец. Так для нашего земляка завершились так называемые слепые прослушивания. Впереди конкурсанта ждет этап поединки. Меня зовут Евгений. Меня зовут Даша. Представляем мы поселок Ладореска, город Сочи. А это уже не менее популярное в нашей стране телешоу-танцы, кастинг в Краснодаре. В участнике Евгении Смирнове сочинцы легко узнали своего земляка, танцора, брейк-дансера, известного как Рыжий. Его история три года назад потрясла не только весь город, всю страну. В ДТП Евгений потерял ногу. Деньги на лечение и протез помогали собирать, что называется, всем миром. Женя смог вернуться не просто к обычной жизни, еще и к танцам. Я бы сначала думал, что совсем все закончено как бы с танцами. Другие все думали, что все из жизни закончено. Ну, несмотря на это, я начал танцевать. Жюри шоу-танцы, в числе которых известные хореографы, на сцене встречали Женю с партнершей не без долей скепсиса, от которого уже после первых минут танца не осталось и следа. Номер сочинских танцоров тронул жюри до слез. Хореографы не скрывали удивления. В финале зала жюри таланту артистов аплодировали стоя. Не поскупились и на добрые слова. Вы, наверное, этого сами про себя не понимаете, но вы современный герой. Вы абсолютный образец воли к победе и к танцам. А мне не так, как... Вы крутые. Все, ты в танцах. И мы будем решать, что мы с этим делаем. Спасибо. Женя с партнершей прошли в следующий этап конкурса. Вот как сам сочинец комментирует свое выступление на проекте. Мы связались с ним по телефону. Это вообще высшая оценка для каждого танцора, который находился на той сцене. Это просто очень круто. Это эмоции. Это радость. Ну, да. Это оценка высшей категории. Сейчас Евгений находится в Краснодаре и готовится к следующему этапу конкурса, который пройдет в Москве. Впрочем, в его жизни есть не только танцы. Он профессионально занялся греблей и уже завоевал бронзу чемпионата России по пара-каноэ. Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.